Вы когда-нибудь слышали про осьминога, яд которого способен убить человека всего за пару минут? Нет? А про ядовитых лягушек, которые способны убить более 20 тысяч мышей всего лишь одной каплей своего токсина? Тоже не слышали? Тогда самое время услышать. В этом ролике я расскажу вам про самых удивительных ядовитых животных. От королевских змей до кубических медуз. Обязательно смотрите видео до конца, ведь вас ждет самое необычное ядовитое существо. Приятного просмотра. Синекольчатый осьминог. Начать свой рассказ я бы хотел с из синекольчатого осьминога. Значительную часть своей жизни это на первый взгляд безобидное существо проводит, затаившись в укрытии. Но лучше его не тревожить, ведь если вы это сделаете, вам придется ой как не сладко. Синекольчатый осьминог – одно из самых ядовитых существ на планете. Его яд способен парализовать дыхательную мускулатуру, что может привести к смерти от удушья всего через две минуты после укуса. Этот осьминог внушает страх всем – детям, купающимся в море, дайверам, волейболистам, играющим на пляже, и даже биологам, отправляющимся в рискованные экспедиции для изучения этих головоногих и их нейротоксинов. Синекольчатый осьминог получил свое название за характерные кольца на теле. Их около 60, и при раздражении они становятся ярче, а на желтой коже появляются темно-коричневые пятна, что демонстрирует агрессию и предупреждает нарушителей об опасности. Если проигнорировать эти предупреждения и продолжить тревожить беднягу, то он начнет кусаться, ведь его слюна ядовита, в ней содержится третродотоксин. К тому же укус является абсолютно безболезненным для человека. Вы даже не поймете, что вам осталось жить всего несколько минут. Достаточно печально, не правда ли? Но это еще не все. Яд парализует тело, включая всю дыхательную систему. Но сама жертва остается в сознании и не может ничего с этим поделать. Вы просто представьте, вы даже не можете попросить окружающих о помощи. Ведь говорить вы не можете, а большинство людей вряд ли догадаются, как вам помочь. Даже врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Но не будем о грустно. Яд не убивает человека. Поэтому если делать искусственное дыхание до приезда медиков, а затем подключить пострадавшего к ИВЛ, то через несколько часов яд сам прекратит свое действие и все будут спасены. Древолазы. Ну а дальше у нас в программе не менее удивительный обитатель Центральной и Южной Америки. Лягушки-древолазы являются самыми ядовитыми земноводными существами на нашей планете. Их яд настолько токсичен, что всего одной капли хватило бы для убийства более 20 тысяч мышей. При это сами древолазы полностью невосприимчивы к этому яду, а ученые со всего мира до сих пор не раскрыли секрет их неуязвимости. Звучит очень даже пугающе. Надеюсь, наш мир в скором времени не захватит лягушки. Ядовитые лягушки-древолазы получили свое название благодаря коренным народам региона Чока в Колумбии, которые использовали их яд при охоте на обезьян и другую дичь. Охотники племени Эмбера ловят маленьких золотых лягушек, натирают свои дротики об их спины, а затем заряжают ядовитыми дротиками свои трубки. С таким смертоносным оружием они могут убивать обезьян, птиц и даже ягуаров. Ученые выяснили, что одна такая лягушка способна убить более 20 взрослых мужчин. Поэтому туземцы должны быть осторожны, собирая своих маленьких охотничьих партнеров. Несмотря на кажущуюся опасность, эти малышки в скором времени могут принести пользу нашей жизни. Но как такое возможно? Сейчас расскажу. Научное сообщество заинтриговано сложными веществами, которые производят древолазы. Эти мощные азотосодержащие соединения, известные как батрахотоксины, препятствуют передаче нервных импульсов. Одна капля этого нейротоксина может остановить сердце. Способность подавлять нервные импульсы может привести к созданию новых лекарств, которые помогут пациентам, испытывающим сильную боль. Эпибатидин, выделенный из кожи лягушек, блокирует боль гораздо эффективнее морфина и не вызывает привыкания. Эти яркие создания на самом деле не являются свирепыми хищниками. Они используют яд только в качестве защиты и никогда не нападают первыми. Многие люди даже любят держать ядовитых лягушек у себя дома. Это не опасно, поскольку амфибии постепенно теряют свою токсичность, если изменить их рацион питания, а лягушки, вылупившиеся в неволе, никогда не становятся ядовитыми. Кубомедуза А сейчас я вам расскажу про самое ядовитое существо на нашей планете. И нет, это не какая-то змея или паук. Это кубомедуза. За последние 50 лет эта красотка унесла жизни более 6000 человек, а шансы выжить после укуса равны нулю. Тем не менее, некоторым все же удалось выжить после столкновения с этим кубическим монстром. Как? Сейчас расскажу. Как несложно догадаться, свое название эти медузы получили из-за своей формы тела, а не из-за того, что они играли в Майнкрафт. Хотя второй вариант мне казался тоже вполне возможным. Их щупальца, как и у других медуз, покрыты стрекательными клетками, называемыми немотоцистами, которые содержат яд. На каждом щупальце находится более 5000 таких клеток, но они не активируются просто при прикосновении. Важна именно химическая реакция с внешними слоями жертвы, которая и вызывает их активацию. Среди всех медуз кубомедузы считаются наиболее развитыми. В отличие от своих сородичей, они не просто пассивно дрейфуют в воде, а способны активно двигаться. Более того, у них есть глаза, схожие с человеческими. Однако у кубомедуз отсутствует центральная нервная система, и ученые до сих пор не понимают, как они обрабатывают зрительную информацию. Самые ядовитые представители кубомедуз – это морская оса и медуза ируканджи. Их токсины в сотни раз сильнее яда кобры. Взрослая ируканджи размером с ваш указательный палец напоминает небольшой прозрачный колокольчик с четырьмя длинными, тонкими и почти невидимыми щупальцами. Ее яд вызывает паралитические эффекты и остановку сердца спустя несколько минут. Но вы, скорее всего, даже не успеете дожить до этого, ведь с большой вероятностью умрете от болевого шока сразу же после укуса. Но как тогда выжить? На самом деле относительно просто. Нужно смазать место укуса уксусом. Но вот только откуда у вас будет уксус в море – непонятно. Тем не менее, выжившие после атак часто страдают от боли в течение нескольких месяцев и имеют шрамы на местах контакта с щупальцами. Королевская кобра Ну а теперь давайте я вам расскажу про самое популярное ядовитое существо. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о королеве ядовитых змей – королевской кобре. Эти змеи живут до 30 лет и достигают длину в целых 4 метра. В отличие от предыдущих ядовитых друзей, кобры – самые настоящие хищники. Они могут подниматься на треть своей длины, чтобы высматривать добычу. В этом им помогает очень острое зрение. Кобра способна видеть добычу на расстоянии до 100 метров. А если и этого недостаточно, то ей на помощь приходит раздвоенный язык, улавливающий тончайшие запахи. Да-да! Она нюхает именно языком! Удивительно! Змея также чувствует вибрации земли, что помогает ей оценить местоположение и движение окружающих. Но несмотря на свой устрашающий вид и смертельный яд, королевская кобра не является самой опасной для человека змеей. Она редко использует свой яд против людей, экономя его для охоты, ведь ее любимое лакомство – другие кобры, а человек не представляет никакого интереса, как пища. Если она и кусает кого-то, то часто без инъекции яда, чтобы напугать и прогнать его. Однако, если королевская кобра решает использовать свое грозное оружие, то последствия могут быть смертельными. Ее яд содержит мощнейший нейротоксин, вызывающий сначала мучительную боль, а затем паралич. При инъекции яда шансы на выживание минимальны, и смерть может наступить в течение получаса. Необходимо немедленно ввести противоядие. В Таиланде также применяют отвар куркумы в качестве народного средства, который принимают до укуса для уменьшения эффекта яда. Это поможет предотвратить паралич. К сожалению, популяция королевских кобр стремительно сокращается из-за разрушения их естественной среды обитания человеком. Скорпион лейурус Ну и как же можно говорить про самых ядовитых животных, не упомянув при этом скорпиона, от укуса которого вы сможете потерять память? Сейчас я расскажу вам о скорпионе лейурусе. С первого взгляда он может показаться вполне безобидным. Маленький, с желтыми палочками вместо ног, даже чем-то похож на котлету. Но не дайте внешности обмануть вас. Приближаться к нему опасно. Лейурус, или желтый толстохвост, является не только надежным защитником царства скорпионов, но и грозным противником для человека. Его яд – один из самых мощных и быстродействующих, особенно для людей. Почти сразу после укуса жертва может испытать сильную боль, отек, покраснение и повышение температуры, а также потливость, тошноту и рвоту. Благо, к людям они не проявляют никакой агрессии, пока человек сам этого не захочет. Этот прозрачный хищник в основном обитает в Африке, но его популяции также встречаются в Австралии, Аргентине и других странах Латинской Америки. Было несколько случаев в Африканской республике, когда после укуса лейуруса человек полностью потерял память о том, кто он такой. Врачи объясняют это как апофактический шок, вызванный ядом скорпиона, что привело к амнезии. Подобные случаи редки и не до конца изучены. Удивительно, но эти смертоносные существа достигают всего 10 сантиметров в длину и живут всего пару лет. Вообще, чем меньше скорпион, тем опаснее его укус. Так говорил Индиана Джонс и был совершенно прав. Исследователи Ирландского национального университета проанализировали яд более 30 видов скорпионов. Оказалось, что яд самых маленьких был в несколько сотен раз сильнее яда самых больших. Этот скорпион заслуживает уважения и осторожности. Если вы авантюрный турист, любящий исследовать экзотические уголки мира, будьте готовы к встрече с этим опасным существом. Возможно, вам повезет, и вы не столкнетесь с ним. Но всегда лучше быть на чеку. Бразильский блуждающий паук Ну и, конечно, какой же топ без пауков. В 2010 году книга рекордов Гиннеса признала бразильского странствующего паука самым ядовитым в мире. С греческого имя этих членистоногих переводится как «убийца». Это название не случайно, поскольку они считаются одними из самых ядовитых пауков на планете. Их укусы содержат нейротоксический яд, который смертельно опасен для человека. Эти мохнатые создания опасны не только своим ядом, но и своим поведением. Они не плетут паутину и не остаются на одном месте, а активно передвигаются по земле. Они могут прятаться в зданиях, одежде, обуви, автомобилях, что увеличивает риск неожиданной встречи и укуса. Большую часть дня они проводят, скрываясь под бревнами или в трещинах. А ночью выходят на охоту, питаясь насекомыми, другими пауками, а иногда мелкими амфибиями, рептилиями и мышами. Из-за своей токсичности и характерной угрожающей позы эти пауки получили репутацию агрессивных существ. Однако их поведение на самом деле является защитным механизмом. При угрозе они поднимают передние пары лап, предупреждая потенциальных хищников о своей ядовитости и готовности к атаке. Интересно, что укус бразильского странствующего паука может вызывать длительную болезненную эрекцию у мужчин из-за повышения уровня оксида азота, химического вещества, которое увеличивает кровоток. Достаточно необычный симптом, не правда ли? Это свойство яда рассматривалось в нескольких исследованиях для создания лекарств от эректильной дисфункции. Однако, несмотря на свою ядовитость, эти пауки редко выпускают яд или делают это в минимальных количествах, поскольку производство яда требует значительных ресурсов. Поэтому смертельные случаи от укусов бразильских странствующих пауков крайне редки. Самая опасная улитка Ну а теперь то, ради чего вы до сих пор смотрите это видео. Самое необычное и одновременно с этим самое опасное ядовитое существо на нашей планете. Улитки-конусы, или, как их еще называют, сигаретные улитки, ведь их внешность действительно напоминает сигарету. Сегодня я расскажу вам об этих необычных существах. Несмотря на внешнюю безобидность, эти улитки представляют огромную опасность для коллекционеров красивых раковин. Внешний вид может быть обманчив. При попытке взять их в руки улитки защищаются, выпуская жала. Укусы крупных видов могут быть смертельными для человека. А укус сигаретной улитки практически не оставляет шансов на выживание. Интересно то, что противоядия от их яда до сих пор не существует, поэтому можно считать их самыми опасными ядовитыми существами. Питаются конусы в основном морскими червями, хотя некоторые виды предпочитают моллюсков и рыбу. Яд видов, охотящихся на рыбу, вызывает паралич уже через секунду. Представьте себе, одна секунда, и жертва уже не может сопротивляться. Вы можете сказать, что улитки по своей природе медлительны. В целом это верно. Но в темное время суток конусы становятся настоящими хищниками, быстрыми и ловкими. Их орудие – гарпун с ядовитым секретом, который вылетает мгновенно, парализуя жертву. Улитка медленно втягивает добычу и переваривает ее целиком, а использованный зуб заменяется новым. Единственный способ спастись от укуса – немедленно сделать надрез и выпустить кровь, другого эффективного способа пока не существует. Однако яд конусов уже используется в неопиоидных обезболивающих препаратах. Один из компонентов яда применяется в косметике для кремов от морщин, вызывая локальное воспаление, которое разглаживает кожу. Исследования яда хищных улиток конусов привели к разработке миниатюрной версии инсулина, действующей быстрее человеческого. Это может стать основой для новых препаратов, облегчающих жизнь больным диабетом. Вот такая она, улитка конус, одновременно прекрасная и смертельно опасная. Помните, что знания – это ваш лучший союзник в мире дикой природы. Будьте бдительны и осторожны, а ваши приключения пусть будут безопасными и увлекательными. Но знания помогают еще кое в чем. Правильно, в зарабатывании денег. Поэтому, если вы хотите неплохо так обогатиться, то я знаю, что вам предложить. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр.